Все победители и призеры конкурса «Во славу земли Самарской», которых больше ста человек, получили, наверное, самую главную награду для художников – это участие в выставке. Картины увидит вся Самарская область. На ярких полотнах изображена история земли Самарской. Работы выполнены в разных техниках и стилях. Эти профессиональные истории – дело рук юных дарований. Юлия Голдунова на конкурсе представляет работу, которую хотела написать еще в детстве, когда в старом городе случайно свернула в незнакомый дворик и увидела дом своей мечты. Этой историей на полотне девушка показывает связь поколений и чарующую атмосферу самарских двориков в историческом центре города. Немецкий домик, который совершенно не свойственен самарской архитектуре, он как будто из сказки пристал. Я решила на картине запечатлеть, наверное, именно его, потому что, может быть, через несколько лет мы его уже не можем увидеть. На конкурс поступило более 500 заявок. Из них компетентная жюри, в состав которого входит Зураб Церетели, выбрали 15 лучших работ. Авторы которых поедут в Москву, в Российскую академию художеств и посетят мастерскую маэстро. Я очень рад тому, что этот конкурс, конкурс творческий, художественный, по благо земли самарской, нашел такой отклик среди творческой интеллигенции, но что еще важнее, на мой взгляд, среди юных дарований. То, что я вижу и увидел здесь, это по-настоящему прекрасно. Это действительно очень высокопрофессиональная, очень качественная работа. И, что самое важное, каждая из них наполнена любовью самарской земле. Увидеть воочию таланты родной земли можно в галерее «Новое пространство» до 22 сентября. Мария Левина, Николай Сидоров. События.